приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как посмотреть какие порты у вас открыты в линуксе да какие порты прослушиваются в вашем линоксе для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии cisco и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет cdcom где мы помогаем студентам начать идти карьеру а те специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации мастер-класс это новый формат обучения основанный по принципу леонид байдуин обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я вам все показываю объясняю но вы пожалуйста за мной повторяйте это важно да то есть если вы будете просто сидеть на диване пить пиво и ничего не делать то ума не прибавится как говорится да поэтому присоединяйтесь повторяйте делайте ну и у вас как раз появится вот та самая квалификация вот те самые знания и навыки которые вы в конечном этапе сможете продать работодателю повысить вашу заработную плату ну и вообще жить лучше поехали дальше собственно коллеги сегодня я вам буду рассказывать про то какие порты открытые что важно то что мы для вас подготовили несколько статей в нашем блоге по которым я сегодня пройдусь и собственно покажу это дело все на практике в виде вот у меня здесь есть linux установлены и я на нем все это дело вам буду демонстрировать итак поехали значит начну с самых важных утилит а то есть самых популярных утилит которые используются для того чтобы посмотреть какие порты у вас открыты но начнем мы традиционно с теории да потому что ну что там команды три команды или четыре но пять максимум команда но вот этого ума не прибавится поэтому начнем с теории для того чтобы вы понимали как это дело все в конечном этапе работает значит что важно что такое порт что такой порт возникает вопрос значит порт это логический номер приложения любое ваше приложение которое ломится в интернет или куда-то там выходит она имеет определенный номер соответственно этот номер может быть от нуля до 65 тысяч пятьсот тридцать пять что важно то что порты могут быть входящие то есть соединение идет вот например на google да то есть в google это где-то есть входящий порт при этом порт может быть и исходящий вот с моего компьютера да я запустил у себя firefox напечатал google ком нажал enter что происходит мой компьютер открывает порт исходящий и ломится куда в google на входящий порт гугла таким образом для того чтобы было понятно что куда подключается что куда ходит и так дальше то появляются вот эти самые порт и таким образом порт и по сути такие ниточки ниточки которые связывают приложение между собой вот такая вот интересная штука следующий важный этап то что есть еще такое понятие как сокет 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 это комбинация ip адреса и порта пара пара на таким образом сокеты бывает исходящие то есть это ip адрес моего компьютера и исходящий порт а таким образом это исходящий сокет ну и сокет может быть назначение соответственно type адрес назначения и порт назначения куда будет подключаться мой firefox на google ком помните это об этом на таким образом получается что если вас что-то не работает да то есть вот я не могу зайти например в google ком и вот тут начинается вот эти все нюансы вот эти все вопросы возникают а порт открыт а сокет открыт а я могу подключиться а чё я не могу подключиться до таким образом коллеги по сути если вы себе задаете вопрос какой порт у меня открыт вот какой порт прослушивается то скорее всего вы или специалист аналитик по кибербезопасности или системный инженер или сетевой инженер ну и скорее всего что вы если в этом кибер аналитик то вы ведете расследование ну а если вы инженер то у вас скорее всего что что что-то не работает и вот вам как раз и необходимо выяснить что именно происходит вот с этими вашими портами поехали дальше что важно то что порт может находиться четырех состояниях но это самое главное состояние да значит открытый порт что значит открытый это означает что приложение запущено она готова и она ждет входящих подключений да то есть готова принимать входящие запросы ну например вот вас работает веб-серверо патчи соответственно что делает он принимает входящие запросы таким образом него порт открыт следующий вариант порт закрыт соответственно приложение не принимает входящие запросы может быть такой да вы сделали например там system котел 100 попасть на все и он у вас не работает соответственно приложение не работает порт закрытые запросы не принимается еще один вариант это отфильтрованный порт ну или фильтр это когда по дороге есть какой-нибудь firewall меж сетевой экран бренд мауэр который просто-напросто берет и перекрывает вот это самое соединение да не дает вот этим сегментом куда-то там попасть на конкретный тот порт который вы хотите таким образом получается что на процесс вообще работы всей вашей системы там все и все системы передачи данных может повлиять вот этот самый firewall мы с этим сегодня тоже покажу дополнительно к сегодняшнему мастер-классу покажу как эти порты закрывать ну или наоборот открывать с помощью firewall а ну и последний вариант состояние порта это не фильтрованный анфилтеры соответственно на работу ничего не влияет и просто сегменты проходят туда сюда вот такой вот такая краткая теория но тем не менее важно чтобы вы это понимали если вы будете это понимать то соответственно и дальше с этим справитесь следующий важный момент то что все вот это то что я вам сейчас прям рассказываю это все на стыке это стык всего коллеги чего в первую очередь сетей чем-то ну например с линуксом да то есть вот то есть надо быть на стыке специалистов тогда вы будете разбираться вот или там линукс там вот кибербезопасность да если вы аналитик по кибербезопасности вы анализируете откуда там хакеры заломились соответственно это опять-таки стык сетей линукс и кибербезопасности поэтому друзья пока мы не начали приглашаю вас на курсы введения в линукс линукс 0 24 доллара 6 занятия введение в кибербезопасность 24 доллара 6 занятия приглашаю вас на курс по сетям дальше там это детально изучается и как говорится будет мясо но здесь быстро вы сможете решить ваши вопросы и понять как это вообще в принципе работает поехали дальше значит да вот все ссылки на все статьи которые я буду сегодня использовать они будут под этим видео вот поэтому вы тоже можете оттуда все это дело почитать и взять и так я буду использовать четыре самых популярных инструмента для того чтобы анализировать какие у вас порты открыты какие порты вас прослушиваются начнем наверное самого популярного инструмента это нет стад нет стация тесно с помощью не стата можно по сути все выяснить что у вас есть в системе где вас системе и так дальше но есть одна большая проблема то что они стат сейчас на данный момент в новых линуксах он недоступен да то есть если я сделаю команду нет стат и нажму enter то видите мне мой линукс говорит что ха 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 нет стата нету почему нету потому что нет стат входит в пакет нет tools а в новых линуксах нет tools выкинули поэтому если вы хотите пользоваться такими командами как и в конфлик они стат арб рву так и так дальше то вам нужен вот этот самый пакет нет стат нет tools извините меня поэтому ставим а б ты инстал стал нет минус tools нажимаем интер и собственно вот происходит установка всего этого дела чита здесь есть примеры как установить на стал различных системах опять-таки под себя можете это дело все использовать итак поехали значит примеры да давайте посмотрим пример значит если вы запустите netstat просто возьмете и запустите то здесь говорится ху-ху-ху откроется много всего и могут вас мозги как говорится на бикрин вылезти поэтому необходимо это дело все использовать с ключами итак поехали значит что важно хочу сразу обратить внимание то что я все показываю под суперпользователем root если вы работаете не под суперпользователем root то необходимо делать команду суда спереди предупредил заранее потому что потом обязательно кто-то напишет в комментариях что она все не работает поэтому еще раз я под рутом если под рутом не работает то делайте судом и так нет стат минус значит вот такие вот опции значит л выведет все сокеты ты выведет тси пи ю ю диппп будет показано пить процессов которые сейчас выполняется ну и можно еще а вывести эй это будет из таблишек по моему да значит ну вот я нажал и что я вижу я вижу что у меня вот здесь вот открыто значит что важно то что да давайте еще наверно опцию n добавим будет тогда номера портов значит еще раз lt ю пи эй соответственно что я вижу то что у меня вот соки ты дал около адрес соответственно у меня сокет 127 0 0 0 53 и порт какой меня 53 и понятно да форен адрес любой да таким образом я листин жду входящего подключения процесс который запустил этот открыл этот сокет с номером процесс айди пятьсот восемьдесят четыре следующий вариант да и это у меня обратите внимание tc пишный соки до следующий вариант значит то же самое дам значит слушаем вот если вас локальный адрес все нули это значит что служба прослушивает все свободные интерфейс и все доступные интерфейс и таким образом все интерфейс и которые есть вот прослушиваться какой порт 22 до то есть я жду входящих подключений на 22 порт процесс айди семьсот пятьдесят восемь да и соответственно видно что эта служба ssh до нас состояние листин ждем входящих подключений значит что тут еще еще у меня вот тут висит 80 порт это apache веб-сервер вот ну вот таким образом вы можете анализировать что у вас где у вас здесь запущено кстати если взять да кстати как посмотреть какие интерфейсы но вариантов несколько дам собственно айпи адрес вот есть такой вот вариант и мы видим что у меня здесь localhost этаж 0 и и т.р. 1 да то есть у меня тут а три интерфейса ну или команда и в конфиг и в конфиг тоже покажет по сути то же самое и так значит я хочу показать вам состояние когда у нас уже будет установлена соединение да то есть вот сейчас вот такая вот картина дальше я открою еще одну вкладку вот и подключусь к моему серверу по протоколу http соответственно вот видите у меня здесь появился вот 159 89 108 187 80 пор да это порт у меня какой сокет назначения вот дальше сокет источника это вот мой айпи адрес моего компьютера и порт источника 50 1793 обратите внимание и стаблише то есть мой браузер установил соединение и 159 89 108 . 187 то есть вот таким образом коллеги вы можете это дело все анализировать смотреть состояние ваших служб какие у вас там службы открыты кто откуда ломится если в этом кибер аналитик например да тут видно откуда куда идет подключение какая служба используется и так дальше дальше вы можете это дело фильтровать вот там фэр воли закрыт доступ ну и так дальше посмотрим это чуть дальше поехали дальше следующий значит значит да тут все это вам пояснил тогда можно с гребом фильтровать я думаю что многие умеют это дело да то есть можно тоже это дело все смотреть если вас много например соединений то вы можете там обычным гребом сделать там греб например 80 и пожалуйста вам будет только только то служба выводиться которая открыла сейчас находится в активном состоянии да то есть давайте посмотрим видите да то есть а гребом отфильтровал и у меня только две строчки отображаются тоже весьма полезного таким образом это смотреть так поехали дальше значит понедстату все это совсем кратко дальше понедстату у нас есть отдельно статья в блоге 20 команд нет стат для управления сетью в линуксе вот здесь с примерами прям вот вот как вы там хотите вот можно смотреть прям очень очень детально поэтому пожалуйста посмотрите проделайте что еще важно почему важно уметь пользоваться командой нет стат потому что нет стат есть в в виндовсе да то есть если я вот например запущу себя вот windows до windows windows вот пожалуйста мой мой CMD то здесь тоже есть нет стат стат минус ант вот пожалуйста ухоп и видно куда мой windows тут а ломится видите ipv6 вот сокеты источника назначение видите youtube и вот tcp тоже туда пожалуйста все это дело вот вы можете вот таким образом тоже посмотреть таким образом еще раз нет стат вот прям если вы хотите быть специалистом в этой сфере и нормально как говорится зарабатывать не бомжевать то нужно нет стат получается знать прям очень очень сильно поехали дальше следующая утилита о которой я вам хотел рассказать это утилита ss соответственно она пришла на замену нет статую работает более быстро плюс там избавились от каких-то библиотек лишних соответственно как бы в новых линуксах во всех новых линуксах стоит ss значит ключи там похоже на самом деле давайте тоже по запускаем и это дело все посмотрим итак ss опять-таки коллеги я работаю под рутом если вы под обычным пользователем то надо писать спереди суда итак ss минус l l n t u вот для примера да пожалуйста я вижу по сути что вижу то же самое значит то есть видно какие у меня тут видите листин вот порты какие у меня вот ждут входящих подключений 22 порта тот открыт у меня до дальше 80 и удаленные удаленные тоже сокеты видите висят звездочки это означает что ждут эти службы входящих подключений дальше если добавить опцию п то будет еще процесс айди процесс айди соответственно будет видно какая служба ждет этих самых входящих подключений но например видно 700 93 это 794 это мой веб-сервер apache и таким образом сразу становится видно кто же это открыл это ждет это соединение то есть вот такая вот интересная команда с с дальше по с у коллеги так как это утилита весьма новая дата вот у нас тут куча всяких статей значит команда с с примером и пожалуйста опять-таки посмотрите здесь прям мясо как говорится вы все это дело можете проделать и посмотреть вот значит но я вам такие самые важные как говорится опции показал ну тут детально да то же самое с объяснениями значит это тсс пью дипик кстати юник сокеты можно слушать смотреть опции минус x ну то есть вот таким вот образом вы можете это дело все посмотреть поэтому пожалуйста проделайте посмотрите основное я вам как говорится показал значит что важно то что вот то что я вам сейчас показываю это я делаю на своем линуксе да то есть я в него имею доступ причем пользователям вот груда то есть я сейчас вот пользователь root но как выяснить если удаленная система да если вывод прямого доступа к серверу не имеете вот тогда появляется утилита nmap соответственно с помощью нее вы можете просканировать систему и выяснить какие у вас там порты открыты ну и соответственно какие там службы работают что важно коллеги то что утилита nmap используется в пен тестирование то есть это ее используют специалисты по кибербезопасности которые проверяют систему на возможность взлома дальше то что я буду показывать то я выполняю на своем линуксе вас тоже призываю сканировать только свой линукс никого не надо сканировать потому что за это могут посадить причем надолго ну например в израиле или там штатах могут посадить пожизненно даже за использование утилиты nmap в этом еще раз тренируйтесь только на себе ставим nmap значит apt install nmap нажимаем enter и собственно здесь есть и у нас поехала установка так 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 все поставилось здорово и так поехали сканировать значит чего мы начнем опции опять-таки много всяких вот давайте какие-то самые важные вам тоже покажу значит самый важный покажу значит и так опять-таки коллеги я под рутом если у вас не работает то надо запускать сюда спереди значит минус с т это будет эти пишные сокеты отображаться до минус с ю юди пишные минус чего там минус с в будет версия программного обеспечения ну и здесь давайте вот впишем впишем мой мой айпи адрес пока какой у меня там айпи адрес был у меня меня так сейчас мы его отсюда аккуратненько скопируем так значит так 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 ага блин так так вот он да то есть я хочу просканировать свой сервер нажимаем и собственно вот пожалуйста надо немножко подождать вот проверится мой компьютер и собственно будет видно что тут а у меня открыто и так значит тестирование у меня завершено что я вижу коллеги я вижу то что вот тестировался вот такой вот сервер значит хост и об так то да да столько то вот порту видите close it ну и сейчас открыто получается у меня вот собственно два порта двадцать второй порт tcp видите служба ssh причем что видно видно версию этой службы и это уже информация весьма полезна для хакера потому что зная версию можно уже взломать систему дальше на восьмидесятом а порту работает у меня веб-сервера патч опять-таки зная версию уже можно взломать систему поэтому вот такие вот важные моменты то есть вот так вот специалист по кибербезопасности анализируют систему на возможность проникновения в эту самую систему значит что еще важно в nmap тоже много всяких опций значит так это был у меня сс давайте так сс значит по nmap у много всяких опций мы написали две статьи 32 примера использования команды nmap соответственно прям весьма детально все разжевано тут вот сканируем по ip адресу сканируем по имени сканируем так чтобы брэммауэр вас не определил быстрое сканирование значит определенное состояние там ну и так дальше 29 практических примеров nmap а для сетевых инженеров linux вот тоже самое коллеги с кучей примеров нюансов и так дальше да вот сканирование с помощью tcpc на методом tcp а цкану и тогда что есть прям мясо как говорится опять таки хотите в этом разбираться делайте кто там говорю я хочу учиться бесплатно так вот статьи бери делать не можешь делать бесплатно блин приходи на обучение за деньги сделайте то же самое поехали дальше значит с nmap ясно на коллеги то есть вот таким вот образом мы это дело выяснили и соответственно никаких проблем вы можете точно знать где что как вас работает поехали дальше значит следующее что хотел показать это утилиту лсов соответственно тоже показывает какие у вас сокеты открыты и соответственно можно это дело все смотреть итак поехали значит я под рутом если вы нет то запускаете под сюда значит лсов минус ай и пожалуйста тоже это дело все у меня видно соответственно что мы видим но по сути ту же самую табличку только колонки переставлены местами да видно что за служба видно процесс айди вот опять-таки моя пач 787 до видите 793 794 видно какие порты прослушивается но только по имени да здесь не 22 написано а чего там ходить так не так значит а и чтп написано да значит что хотел показать да а вот можно фильтровать минус ай и соответственно например 80 и вы можете вот таким вот образом это дело отфильтровать вот пожалуйста по конкретному порту мы взяли отфильтровали значит а давайте я обновлю страницу посмотрим как же у нас это дело все поменяется если если мы сделаем вот так вот вот пожалуйста что я вижу я вижу вот вот последняя запись обратите внимание видно откуда идет да то есть откуда с моего сервера куда данные да вот хоста да 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 и обратите внимание и стаблишет и стаблише да то есть соединение установлено между между моим ноутбуком и собственным сервером то есть вот таким образом это дело можно все просматривать и соответственно анализировать более детально значит по лсов у значит 10 примеров да здесь тоже есть весьма интересные примеры вот опять-таки можно фильтровать там адрес назначение источника по пользователю по порту открытые файлы можно смотреть диапазон портов исключать пользователей но вот на самом деле много чего интересно вот вот такая вот интересная штука значит опять-таки возьмите проделайте чтобы вы могли всем этим делом как говорится нормально пользоваться ну и на последний нак еще хочу показать еще одну интересную утилиту которая называется фьюзер но команда фьюзер доступна в пакете писси миск который необходимо изначально поставить и так поехали апт-инстал писси миск писс миск так так а вот стоит фьюзер да они не стоит по умолчанию ну например фьюзер значит 80 слэш тсп да вот таким вот образом соответственно вот видно да сразу обратите внимание видно что у меня какой тут процесс айди какой открыл этот порт и соответственно давайте попробуем еще раз вот это дело обновить мы посмотрим что у меня здесь вот видно да то есть вот таким вот образом тоже бывает весьма полезно команда фьюзер тоже можно использовать тоже будет весьма весьма полезно так коллеги ну что вроде бы все изначально да то что я хотел показать самые топовые команды вам показал берите пользуйтесь следующий вопрос который возникает как мне закрыть доступ к определенному порту и так дальше значит коллеги здесь вот появляется такой или наоборот как не разрешить доступ на определенный порт вот здесь вот появляется бренд мауэр фаервол или меж сетевой экран соответственно для этого его необходимо как говорится установить или активировать значит у меня система ubuntu поэтому здесь по умолчанию используется собственно юэвтабл фаервол ну и я буду показывать это на примере юфдабл если вас там другая система то у вас и другой фаервол поэтому нужно опять таки знать что у вас за система и использовать тот конкретный фаервол это может быть и питер был например или что-то там фаервол дэн например там да или что-то другое и так поехали у меня это убунта да поэтому по моему юфдабл здесь стоит по умолчанию если я не ошибаюсь до стоит по умолчанию ну и дальше стоит задача например закрываем порты как закрыть порты просто активировать фаервол по умолчанию фаерволе все порты входящие будут закрытые но если я сейчас включу фаервол то я потеряю доступ к серверу но не смогу на нем больше работать поэтому мне необходимо разрешить 22 порт тсп который на котором работает служба ссср поехали юфдабл лоу лов лов 22 слэш в тсп тсп нажимаем enter ну и пожалуйста я активирую я разрешил 22 порт на входа входящий порт по службе тсп по протоколу тсп активируем юфдабл юфдабл и на в ну и соответственно уверены да уверен так ну что юфдабл статус что я вижу то что вот пожалуйста у меня открыт на вход только 22 порт тсп ну я не потерял доступ к своей системе так вот коллеги что важно то что если я сейчас возьму и обновлю страницу вот 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 обновил что я вижу то что страница у меня нет не обновляется да то есть вот крутится у меня вот это вот крутилка ну и сейчас у меня вывалится ошибка в браузере тайм-аут таким образом что важно то что я с помощью фаервола получается закрыл доступ к службе но но коллеги если вы посмотрите там да вот то то что важно то у меня здесь 80 порт открыт понимаете да то есть листин листин то есть у меня 80 порт служба работает но входящих подключений нету почему нету да потому что по дороге стоит firewall поэтому важно вообще разбираться давите крутится да и ничего не обновляется вот видите внизу крутится 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 страница но ничего не не заходит таким образом вот здесь вот возникает самые важные моменты то есть вы должны четко вообще понимать как вот эти сокеты работают от вывалилась по тайм-ауту смотрите до время ожидания соединение стекло возможно сайт временно недоступен или перегружен вот подождите некоторое время пробуйте снова понятно да то есть вот она отвалилась таким образом нужно четко понимать еще раз какие порты бывают до порты источника назначения соответственно сокеты источника сокеты назначения как это дело все как эти ниточки связывают разные приложения между собой до ваш браузер с веб-сервером веб-сервер с ваш браузером что важно коллеги то что еще данные передаются в обе стороны в одну сторону идет запрос а в другую идет что ответ поэтому фаерволе мы запретили что мы запретили входящие входящие по умолчанию все запрещено входящие вот на 80 порт по умолчанию запрещено да но можно запретить с другой стороны то есть то есть из 80 куда-то там подключаться понятно вот тут тоже есть такие вот нюансы и это тоже нужно хорошо понимать приходите на курсе сена и там мы детально об этом говорим вообще о сетях да и как это дело все работает чтобы вы могли это дело все настройки таким образом имея знания по сетям видите добавляете знания по линуксу да и вот вас она вот она стык технологии вот тогда получается хороший результат дальше вы скажете окей хорошо а как же открыть пор да то есть вот я включил firewall чтобы там какие-то хакеры не забежали и все там не поломали но мне надо чтобы веб-сервер работал чтобы он был доступен с интернета как же мне это дело открыть ну как очень просто делаем юф дабыл ло 80 слэш тси пи-си 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 нажимаем enter ru этот даю в дабыл статус вот пожалуйста что мы видим то что у меня теперь два порта открыто это 22 ssh да и восьмидесятый собственно обновляем страницу control r вот пожалуйста появилась моя тестовая страница веб-сервера apache вот такая вот интересная штука коллеги пишите ваше мнение в комментарии под видео что вам понравилось какие вы используете инструменты может вы знаете более умные какие-то там опции или ключи каким-то командам поделитесь пожалуйста ваше мнение в комментариях если для вас это видео было полезно оценить его лайком подписывайтесь на наш канал ну и собственно коллеги все наши мастер-классы проходят по вашим заявкам поэтому если у вас что-то не получается что-то где-то там сложно и так дальше напишите об этом и мы об этом сделаем мастер-класс честно вам скажу мне по кайфу делиться своими знаниями с вами поэтому пишите и мы это все сделаем следующий этап коллеги если вам интересна тема линукса сетей кибербезопасности программирования то приходите к нам на курсы где вы сможете систематизировать свои знания получить международные сертификаты ну и плюс мы еще поможем с трудоустройством всю детальную информацию о курсах вы найдете под этим видео на этом все мир дому вашему салам алейкум берегите себя своих близких несите тяготы друг друга до свидания